Сказочные герои, персонажи мультфильмов Диснея, знаменитые тачки, горки, аттракционы – все это в детском парке «Солнечный остров». Самое яркое впечатление из парка – шестилетний Никита увезет домой в Тюменьскую область и навсегда запомнит отдых в курортной Анапе. Я катался на паровозике, на колесе обзора. Я нигде не видел, конечно, вот такого вот и колесо обзора. Парк рассчитан на 300 человек. Проектировали «Солнечный остров», учитывая интересы детей. Ровное, мягкое и безопасное покрытие на земле. Урны в виде сказочных героев. Даже туалеты расписаны вручную. Второго такого парка в России точно нигде нет. Выбор каждого аттракциона в парке не случайный. Мы взяли все самое лучшее, что сегодня производят в мире. Мы взяли лучшую железную дорогу для детей – это «Фольгаз» компания испанская. Взяли итальянские актракционы компании «Замперло». Уникальное по своему дизайну колесо обозрения, которого нет больше в России. Они продумывали дизайн два года, сделали в сладкой детской теме. Все продумано. Не просто железная дорога со шпалами и рельсами, а настоящая поездка в сафари-парк. Прокатиться с ветерком можно в велогородке. Дети соблюдают все правила дорожного движения, сразу запоминают знаки, учатся читать дорожную разметку. Идея принадлежит главе города. Он посоветовал нам сделать не просто прокат детских велосипедов и автомобилей, а сделать именно тематический городок, где детки будут учиться правилам дорожного движения. Пионерский проспект, мека детских здравниц. Пройти мимо, не заглянув в солнечный остров, удается немногим. Не только малышей, но и взрослых привлекают необычные аттракционы. Все прошли проверку на безопасность. Закончила работу Краевая комиссия по безопасной эксплуатации аттракционной техники. Получили необходимые документы. И с этого мы начинаем каждый свой рабочий день. С осмотра каждого аттракциона, с непосредственного обследования технического, электрического состояния. И так и будем держать высокую планку. Пока дети играют в парке, родители могут отдохнуть. На территории парка или на прилегающей территории. В тени установлены лавочки. Через несколько дней откроется кафе. Все в едином стиле. Оказавшись в солнечном острове, дети и взрослые попадают в страну развлечений. 1 июня, в День защиты детей, пройдет торжественное открытие детского парка. Для детей из интерната и прививших особые таланты в сфере культуры, спорта, образования, выделят 100 бесплатных билетов на аттракционы. И в центре города ждут маленьких гостей. Предприниматели и власти города приготовили подарок – тысячу бесплатных билетов на посещение парка 30-летия Победы.